Это новости экономики, я Александр Новиков. Здравствуйте. Выпуск представляет инвестиционная компания Финам. Мы все разные. Разные предпочтения и разные цели. Но способ достижения цели один. Финам предлагает решения для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала. Финам. Ваш индивидуальный способ достижения цели. Как сделать человеку хорошо? Надо сделать ему плохо, а потом вернуть все, как было. Судя по всему, именно такие настроения царили в начале недели на мировых торговых площадках. Несмотря даже на крайнюю перекупленность американского рынка. И все только из-за того, что президент США собирался приехать в Европу для того, чтобы договариваться о введении торговых пошлин. Тем более, что ситуация с Китаем уже вроде бы как прояснилась. Страны ввели друг против друга повышенные торговые пошлины. После чего Китай официально заявил, что готов пойти на уступки и сесть за стол переговоров, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности. Американцы тоже вроде бы как подтвердили свою готовность решать дело миром и далее не ужесточать санкции против Поднебесной. Казалось бы, опасность миновала и весь мир дружно начал расти. Особенно Европа, для которой забрежил свет надежды, и сами США. Потянулась вслед за ними и Россия, установив даже во вторник исторический рекорд по индексу Мосбиржи. Но не тут-то было. В ночь на среду администрация президента Трампа неожиданно заявила, что начинает процедуру введения дополнительных 10-процентных пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Еще немного, и дело может дойти и до 500 миллиардов долларов, что составляет весь объем китайского импорта в США. При этом заранее известно, что пошлины коснутся тысяч наименований товаров, таких как продукты питания, химические товары, мебель, металлы, корма для животных и так далее. В этот же день власти Китая заявили в ответ, что шокированы решением США, которое назвали совершенно неприемлемым, и добавили, что будут жаловаться во всемирную торговую организацию. Эти новости послужили сигналом к началу коррекции. Все, без исключения мировые рынки, развернулись вниз, а некоторые так просто перешли к пикированию. Оно и понятно, старый свет стоит в очереди вслед за Китаем, и иллюзии, что визит Трампа в Европу может как-то подстелить соломки европейским производителям, похоже, начинает быстро рассеиваться. Об экономике на сегодня все. Удачных вам инвестиций. Субтитры создавал DimaTorzok